Музыка Республика Молдова нуждается в срочной модернизации, чтобы обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Но для этого страна должна обозначить ясные шаги по выходу из кризиса, которые заложат основу для устойчивого экономического роста. Об этом в субботу, 19 октября, заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин на торжественном собрании, посвященном 20-летию партии коммунистов. По словам Воронина, сейчас в стране сложилась драматическая ситуация. А если не предпринять решительных действий, она еще более ухудшится. Если все будет обстоять так же, как сегодня, то уже в самом ближайшем будущем нас ждет единственная картина реальности. Униженная страна, опустевшие или замерзшие совсем все, опустевшие города и, извините, переполненные кладбища. Конечно, смириться с этим нельзя. Тем более нам, коммунистам. И мы видим выход из этого положения. Мы знаем, что нужно делать. Одним из ключевых решений по выходу страны из социально-экономического кризиса, считает Владимир Воронин, является изменение интеграционного вектора. Срочная интеграция в таможенный союз – вот первоочередная для Молдовы цель. Именно это даст Молдове свежий глоток воздуха, а именно снижение цен на энергоносители, а значит и снижение себестоимости, выпускаемой всеми, без исключения форм собственности, кто выпускает продукцию. Далее. Выгодно гарантированные, давно спойные рынки сбыта молдавских товаров, которых мы иногда называем историческими. Экономия в бюджете только по этому решению, на бумаге только, сразу дает нашей стране около полумиллиарда долларов в год за год за оплату импортированного газа, что позволит, соответственно, снизить стоимость коммунальных платежей, тарифов, создать условия для расширения и развития местного производства. Это только некоторый из известных эффектов такой интеграции. Напомню еще раз. Таможенный союз и его практическое исполнение до 2010 года не существовало. Поэтому мы не могли, будучи во власти, решить вопрос вступления в таможенный союз, когда наши оппоненты спрашивают, а что вы коммунисты не решили этот вопрос раньше. Сейчас таможенный союз – это реальность. И кто бы, и как бы нас не критиковал. И по прямым аспектам деятельности этого таможенного союза, и по политическим аспектам. Понятно, что для Молдовы такой путь интеграции означает, в первую очередь, незамедлительная реанимация всей экономики. Выход из состояния клинической смерти, если хотите, всей нашей этой еще оставшейся экономики. По мнению коммунистов, присоединение к таможенному союзу должно сопровождаться наступательной социальной политикой. Как заявил Владимир Воронин, это, в первую очередь, означает немедленное восстановление всем категориям населения социальных гарантий, отмененных нынешней властью. Наступательная социальная политика нам нужна. И мы это говорим не впервые о наступательной социальной политике. И мы именно так, перейдя на наступательную социальную политику, после того, что пришли к власти в 2001 году, когда мы в 2003, и особенно начиная с 2004 года, начали применять наступательную социальную политику, мы и добились очень серьезных результатов. И в решении социальных вопросов, но и в поднятии экономики и развитии экономических показателей по всем направлениям. Мы уже знаем, что эта политика в значительной степени является вопросом, и тогда мы знали, и сейчас мы знаем, и так оно и будет, что вводить такую агрессивную социальную политику нужна политическая воля власти. Политическая воля тех, кто находится у этой власти, а не только, они пребывают при власти, как нынешние. А не только, и тех, которые не только и не столько, так сказать, ищут для себя экономических выгодов. Если людям, посудите сам, если людям не платить зарплаты и пенсии, если сокращать их доступ к образованию и медицине, так это и есть настоящее экономическое безумие и ментальная неполноценность, чтобы не сказать иначе, это и власть. Но если мы хотим, а мы этого хотим преодолеть не только социальный, но и экономический кризис, то, что на базе преодоления экономического кризиса и принять его результаты, мы и будем развивать эту социальную проблему, то мы должны резко увеличить подплачевоспособность спрос на все деньги. Переводя сказанное мнение на простое, язык на человеческий, это означает повысить пенсии, повысить зарплаты, повысить стипендии, повысить все формы вывода для народа. Это еще означает немедленное восстановление всем категориям населения, лишенных тех социальных гарантий, которые ввели мы, будучи во власть. Не будет никакого экономического роста, кто бы что ни доказал. Любой лауреат Нобелевской премии пусть приедет и докажет. Но не будет никакого экономического роста, если пенсионеры всех уровней, если работники бюджетных организаций, если военнослужащие всех институтов системы правоохранительной, министерства обороны и других государственных структур не получат того, что они по праву должны получить и заслуживать своим трудом, своей работой. Кроме того, заявил Владимир Воронин, республика Молдова должна быть освобождена из состояния захваченного государства, то есть от тотального влияния определенных зарубежных сил и западных доноров. Долговая петля, в которой оказалась страна, поставила ее на колени и не позволяет развиваться. Как сказал Владимир Воронин, 8 лет правления коммунистов показали, что у Молдовы есть потенциал для самостоятельного развития. Такой объем задачи представляло решать наши власти все эти 8 лет, что не хватало 24 часов, не хватало 365 дней. Но главное, что мы сумели за время нахожения у нас во власти, мы доказали и себе, и всему молдавскому народу, и тем друзьям истинным, и тем друзьям, в кавычках, которые крутятся вокруг Молдовы, что Молдова имеет перспективу для самостоятельного, полноценного экономического и социального развития. Без всех сумасшедших сумм кредитов, без того всего влияния, вмешательства вам важен, делаем внутренние дела. Мы это сумели доказать. И мы за те 8 лет вместе с вами, именно наша партия подняла впервые за все эти годы Молдову с колен. Другой первоочередной целью плана модернизации страны является уничтожение коррупции и организованной преступности. По словам коммунистов, за те 8 лет, что они находились у власти, организованная преступность была практически полностью уничтожена. Руководители и члены преступных группировок либо сидели в тюрьме, либо бежали из страны. А теперь опять зацвела буйным цветом, как и коррупция. Поэтому коммунисты предлагают радикальный способ борьбы с этими явлениями. Судебная система должна быть не реформирована, а полностью изменена. Фактически построена с нуля, на основе ясных и четких правил. Но проблема коррупции, я повторяю, гораздо серьезно. Победить это зло, подменившее собой сегодня всю систему государственного управления, и даже государственного управления, я в самом широком смысле, это не только правительство. Нам уже не поймут, что о чем заниматься. Я имею в виду и парламент, и другие институты власти, где законы покупаются и продаются, где за голосованием по какому-то закону или поправке платятся конкретные деньги. Победить эту систему очень и очень сложно. Если мы решительно, прежде всего, да, речь идет о людях, поэтому надо смотреть, кто занимается этой проблемой, на каком уровне, при каком качестве, с какой интересности, с какой честностью, порядочностью. Но есть еще один фактор. Если мы не победим эту коррупцию, если мы изменим коренным образом судебную систему. Изменим, а не реформируем. Потому что при всей реформации все остаются на своих местах. Меняются какие-то бумажки. А по сути дела, по глубине проникновения в проблемы никому ничего не удается. Суды из филиалов и подразделений олигархических планов, обслуживших их, должны превратиться в институт их именемного уничтожения и ликвидации. Мы уже предлагали прямое избрание судей народа. Настаиваем на это предложение. Наставим на право их отзыва. Всю судебную систему надо поставить под прямой контроль общества. Повторяю. Это единственный гарант того, что социальный заказ на честность, объективность и беспристрастность будет исполнен. Действующие власти, по словам лидера коммунистов, не хотят реализовывать эти вещи. У них совсем другие интересы. Личное обогащение за счет государства и народа. Как заявил Владимир Воронин, только коммунисты на нынешнем этапе могут проявить политическую волю и действительно что-то изменить к лучшему. Олигархи, грабящие свой народ, должны знать, что как только ПКРМ вернется к власти, государство вернет себе все, что было украдено у граждан за последние 4 года, пообещал Воронин. Нет никакого сомнения в том, что все награблено, будь то банки, аэропорты, телеком, сейчас они хотят салкнуть опять, или еще что-то, что похитило власть за последние 4 года, должно обязательно вернуться народу и государству. На этой неделе у меня была встреча со всеми европейскими послами, аккредитованными в Кишиневе. После того, что я ей прочел, что я заготовил домашнюю заготовку свою, перешли на вопрос. Вот один из послов меня спрашивает, как вы, я там тоже почерпнул, что самая большая вещь и самая большая зараза, болезнь Молдова, это коррупция. Как вы собираетесь с этим бороться, что вы будете делать? Я сказал, что мероприятий будут немало, люди должны быть очень подготовлены и очень чистые во всех отношениях. Но есть еще одна вещь. Почему-то мы все вместе с вами заполняем в конце года декларацию о расходах. А почему мы не заполняем декларацию о расходах. И почему мы не делаем баланс, чтобы послать 50-50. Что заработали и чем остались. И что съели. Или что приобрели. Последнее. Нас часто упрекали в помощь, что в период своего правления мы слишком много давали времени и сил для решения преднестровского вопроса. Но мы утверждали все эти 8 лет. И для них, для тех, которые развязали эту кровавую войну на Днестре, это бесполезно. В конце своего выступления лидер коммунистов предложил всем левым партиям забыть о взаимных обидах и выступить единым оппозиционным фронтом против действующих властей во имя модернизации и развития Молдовы. Превратить эти планы в реальность можно только всем народам, всей страной, всем обществом. Опираясь на него, на силу народа. Действует с ним заодно, с партнерством. А потому сегодня партия коммунистов заявляет, что все иные политические силы, все иные политические силы, которые хотя бы частично разделяют с нами эти цели, о которых мы обозначили, и способы их достижения будут нами рассматриваться в качестве наших партнеров и союзников. Независимость от названия партии, от имен конкретных персоналей, от прошлых, имеющихся между нами, между ними, каких-то взаимных обвинений или недоразумений. Независимость. Если мы хотим победить, навести порядок в стране, построить настоящую демократическую современную Молдову, то мы должны объединить все здоровые силы общества, которые то же самое хотят. Другого способа просто не существует. Потому что всегда те, которые разобщены, очень легко победить. И победят те, которые обвинены. Никогда. А потому я прошу считать все медийные источники, всех товарищей из этих партий, которых я указал, мое заявление, чтобы они рассматривали в качестве открытого приглашения войти в такой всенародный фронт. Я верю в то, что мы с вами, опираясь на поддержку народа, сумеем еще раз поднять Молдову с колен. Я знаю, что время отсутствует в последние дни этого режима. И в день 20-летнего юбилея нашей партии я хочу вновь повторить наш главный девиз, которого мы победили 8 лет назад. Все, кто не против, все с нами. Партия коммунистов, крупнейшее политическое формирование Молдовы, в эти дни отмечает 20 лет со дня основания. В августе 1991 года деятельность Компартии на территории республики была запрещена, но 22 октября 1993 прошла первая учредительная конференция, на которой и было принято решение об основании ПКРМ. В 1998 году партия коммунистов проходит в парламент, получив 40 мандатов из 101. А в 2001 году, одержав на парламентских выборах убедительную победу и, получив 71 мандат, приходит в класть, которую ПКРМ удерживало на протяжении 8 лет. Председатель партии социалистов Игорь Дадон заявил, что возглавляемое им формирование поддержит действия, направленные на отставку правящего режима, начатые ранее партией коммунистов. ПКРМ, представитель партии социалистов, представитель партии в парламент, будет принять и принять любые акции которые идут на демиция и плакание в историю этих губернеров олигархистов. ПКРМ, представитель партии социалистов, ПКРМ, представитель партии социалистов, будет готовить кластью и акции коммунистов и другие партии в стынгах, которые будут иметь, как скоп финал, демиция этой губернеры. Мы будем сочетать, чтобы поговорить с коммунистами, в агенте политики, которая достигнет эти объективы. Даже если мы используем методы деферитивные, я хочу еще раз constатать, объектив в финале есть такой же, в отношении акции губернеров, и в силу. В этой же связи Дадон заявил, что депутаты группы социалистов поддержат резолюцию о выражении вотума недоверия правительству, поданную фракцией партии коммунистов, которую парламент рассмотрит 22 октября. В общем, маиня, социалисты, которые будут усыне мотивированные цензуры в потрате actualе губернеры, и мы будем готовы с усынем в целом о речи акции которая душе на демисиа губернарии actual. Урмата ряда губернере будет у нас социал, компусы в двух, или более, в последние партии, и в этом случае должны быть все понимали. И если мы сажем Воронин, и если мы сажем, и мы сажем, и мы сажем, мы будем видеть в continuу, то это, что это, Это один начинок из-за дымщин, из-за нашей, для достижения этого объектива. Парламент должен был обсудить на заседании в этот четверг, но в конце прошлой недели председатель парламента Игорь Корман объявил, что резолюция об отставке под номером 2 будет рассмотрена во вторник, 22 октября, так как на четверг у премьера и некоторых министров уже имеются определенные планы. Вторую резолюцию, выражение вотому недоверия правительству Лянко, на этот раз за действия, способствующие разделению страны и созданию условий для потери Молдовой части территорий, фракция ПКРМ выдвинула в прошлый четверг, когда парламентское большинство проголосовало против вотому недоверия правительству. Депутат-коммунист Григорий Петренко, зачитав текст резолюции с центральной трибуны, заявил, что действия правительства ставят под угрозу реинтеграцию страны и ее суверенитет. Продолжение следует... 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 То, что после Второй мировой с таким рвением и энтузиазмом отстраивали кишиневцы, приходится отвоевывать сегодня. И не столько у времени, сколько у равнодушных чиновников. Когда-нибудь достучимся до каких политиков, тех или этих, это не имеет значения. Имеет значение то, что, вот я для себя понимаю, гражданское общество имеет место. Имеет место, конечно, и асоциальное поведение кишиневцев или приехавших в этот город людей. Но сознательность растет. О том, что эта самая гражданская сознательность начала в людях просыпаться, говорит растущее число инициативных движений и организаций. Есть группы, которые уже неоднократно, и даже не первый год, например, выбирают банк. Прошли на москопарк, в этом все можно говорить, в Дарине Роуз, другие. Есть люди, которые бьются, прямом смысле слова, за стервенением изо всех сил, за сохранение исторических и архитектурных памятников в нашем городе. Потому что у нас тоже есть одна из страшных проживаний. Каждый год исчезает 10-12 памятников, которые как бы находятся под защитой государства. То, как после Великой Отечественной кишиневцы самоотверженно трудились, поднимая город из руин, на многих прослушавших лекцию произвело неизгладимое впечатление. Авторам идеи, похоже, удалось достичь поставленной цели. В ребятах сегодня зажглась искорка осознания той самой гражданской ответственности. Интересно же, конечно, было, так как я не кишиневец, мне было очень прослушать эту лекцию, узнать больше о Кишиневе. И думаю, что в ближайшем будущем, возможно, я буду помогать. По окончанию лекции ребятам предложили заполнить анкету. В ней каждый учащийся колледжа изъявил желание внести свою лепту в воссоздание и сохранение культурного и исторического наследия Кишинева. Открытые лекции, как заявили представители Триумфальной арки, продолжатся и в других учебных заведениях. Триумфальной арки 10 с плюсом днем и 2-3 градуса ночью. На данном этапе в столице к отоплению подключены 23% потребителей. Напоминаем, что в школы, детсады и медицинские учреждения теплоподача была произведена еще 1 октября. В прошлом году жилые дома подключили к теплу 29 октября. А детсады и больницы на 4 дня раньше. Продолжение следует...